Друзья, мы возвращаемся на третью решающую карту, нижняя часть сетки, европейская квалификация, закрытая на минор, но и уже северный ветер начинает в центре Келана Банани. Парни, которые только что просто сдули трикет, которые пытались атаковать на оверпассе, которые выиграли первую половину с отсчетом 12-3. Ребята из Дании просто провалили все, вот все, что можно было. Можно было закончить 16-5-6 и отдыхать спокойненько уже и думать о следующем сопернике, но нет. Команда попадает на карту Инферно, ну и тут норвежцы после такого камбэка на второй должны собраться и показать вообще-то тут батя. И как тащатся катки в КСе. По пистолетным раундам ситуация 3-1 после двух карт в пользу норвежцев. Сейчас они в атаке на Инферно, казалось бы, очередной простейший пистолетный раунд. Но что и происходит, после интрики Лада играется пока идеально. Нашли и Бубски, если он все два минуса не делает, то да все, ничего не делает. Слэйр Гарри решает вопросы и это 5 в 2. И 1-0 уже можно сказать в пользу команды Северный Ветер, они же Нордовинт, название на норвежском языке, как я понимаю, ребят. Ну и Трикет. Даже этот снайпер, который творил чудеса в защите, ничем не мог таким помочь в команде. И вот его роль за атаку на оверпассе мне вообще не понравилась. Такой пассивный снайпер, который не рискует, не пикает. Ну и никакой пользы не смог принести команде. Но, если честно, вся команда выглядела безнадежным в атаке. Я говорю о Трикет и Тадачанах. Норвежцам удалось чуть больше раундов взять. Там 3 подряд и этой серии было достаточно, чтобы выиграть вторую карту. Ну и вот они, измененные коэффициенты от GGB на эту встречу уже в пользу норвежской команды. Это жесть. Это жесть. Я думаю, лайв-ставочники в этом матче могли удивительные коэффициенты, конечно, ловить и удивительные вещи вытягивать, либо проигрывать. Но, опять же, я думаю, большинство зрителей собралось здесь на трансляции ради неплохого контр-страйка. И, конечно же, которые могут показывать отдельно взятые игроки. Вообще, рассчитывал, что команды сегодня будут биться круто после вчерашних неудач. Но мы видим, что не все идеально и у тех, и у других. И поэтому, в общем-то, напряженная BO3 серия продолжается. Дальше еще раз напомню, смотрим Gamer's Legion против Virtus.pro. Ну, а после этого Игорь Сопов, он же Slam, с вами сядет еще на два BO3 матча. По поводу завтрашнего дня, ну, пока вот точно не могу вам сказать. Вроде бы в расписании есть эти игры. Но сможем... В общем, кто их будет показывать. И будет ли это из студии SLTV, пока еще неизвестно. Но, опять же, будет анонс и вся информация по поводу этих игр однозначно. Ну, а у нас после стартового минуса от команды Tricket вроде бы решаются нордовинт выйти на точку B. Правда, все это придется делать через смоук. Ну, возможно, они этот дым как раз и ждали. И сейчас буквально пару флешечек, там молик, и атака начнется. Либо парни не будут рисковать все-таки. Ну, а с девайсами начнут эту атаку прямо сейчас, да. Так и происходит. Только завершается смоук. Пошли гранаты, молики. И там уже не знает, где прятаться вообще. Снайпер команды пока что за колонной присел. Но, возможно, не прочекает кому-то спину. Да, подловят, что и произошло. Правда, тупик не смог уйти. К сожалению, его перекрыли. Но классно здесь размены навязывают пока что. Ребята из Tricket. Но нет. Нет, нет, нет. Норвежцы все-таки смогли все это дело продавить. И справились. Справились, ребята. Не без проблем. Но это 2-0, учитывая, как вообще развивались события, как отыгрывались эти матчи. Знаете, в теории даже норвежцы могли выиграть с счетом 2-0. Вот я сейчас вспомнил концовку Нюка, который оказался безнадежный. И очень тяжело норвежцам. Но они там смогли взять два пистолетных раунда, после которых не проигрывали форсы. Ну и вот за счет двух пистолеток пару удачных раундов реально и там еще могли вытащить. Но это выглядело очень сложно и непросто. А вот камбэк их на карте оверпасс уже выглядел очень четко. И реально Tricket ничего не смогли показать за атаку. Ну и сейчас решающей... Решающей картой будет Инферном. И мы видим, что старт явно за норвежцами. Если сейчас не произойдет мега фейла на точке B. Здесь укрепление. Здесь все пять игроков. Здесь дигл и четыре юспа. И одна флешка, под которую могут ворваться эти парни. И есть тут три килл от Бубского. Ваншот по крому, но с дигла. То есть, возможно, плюс девайс. Не хочешь засвитчить сейчас Рубина? Нет, не хочет. Хочет бежать за бомбой, потому что это более важная задача. И присоединился к своей команде в этой атаке на точку A. Здесь, опять же, один дигл, который уже пропечатал соперников на B. Он это делает и на A. Да ладно, Хеллзерг, привет и тебе. Давайте уже третий подставляйся. Но нет. Слэйр Гарри. На месте. Молик под библиотеку. Хорошо. В шорте есть игрок, но пока прикрывает бомбу. Есть больших, посмотрит шорт. Поэтому, в принципе, подобранный калаш. Это большая проблема. А вы помните, Рубина его решил не забирать с бананом. Хотя он был в одном метре. Все-таки решил не рисковать с бомбой. Побоялся, что в любую секунду в него влетят соперники. Это будет вообще минус два девайса. Но в итоге второй экономический раунд. И в втором раунде проблемы. Но должны вроде бы справляться. Тут слишком много урона и слишком много минусов делают норвежцы. Молодцы. Датчане не смогли. Но нет. Подождите. Бараб. Все-таки калаш работает один в один. И вот Рубина. И неподобранный калаш. Кто кого. Все-таки Рубина. Подбирает в конце раунда этот самый Калашников. И самое главное делает минусы. Тащит вместе с командой третий. Но вот уже не без проблем. Это были только экономические. Аккор с Авиком. Три АУГМ Каубубские. Два набора. Кусальчик. Ну и четыре калаша из Гэшечка. Афнор до Винт. Посмотрим, куда сейчас этот северный ветер подует. И кого он на этот раз зацепит. Понятно, что на юг, конечно. Но он поедет. Тут северный ветер, но... Сейчас, походу, у нас начинаются разборки на Банане. Здесь активно играет Бубский и Бараб. Это АМК и АУК. И вот он ретейк. Кстати, это еще минус в сорте. Прошел Аслера Галли. Но нет никакого ретейка на Банане. Здесь только фраги от защиты. Минус три. Выбита бомба. Но это уже все. Это уже тильт какой-то пошел. Игрок в шорте решил пойти на Аплэнд. Кого-то там жахнуть. Ну и, в общем-то, жахнул. Оставил своего тиммейта 1-4. Ну, тут, конечно, куча девайсов. Куча времени. Бомбу он подбирает. Но ситуация 1-4. Для этого нужно выходить на одну из точек. И давать два минуса чуть ли не без размена. Желательно не терять какого-то большого количества ХП. Но что для этого есть? Есть молотов, дым. Две флешки. Есть, конечно же, армор с касочкой. Это, конечно, хорошо. Но вот этот парень уже может стать проблемой. Так, пропустил. Хорошо. По таймингу все неплохо для игрока атаки. Что дальше? По-прежнему нужно вырубать двух. Там буквально по пульке одному и второму. По две. Все, все, все. Спалился. Фрага нет. Теперь уже гранату нужно применять. Выкурил. Смоки. Знает по второму информацию. Здесь еще и зумчик. Как неприятно. Как неприятно. И куда ты убежишь? И никуда не убежать. Тут уже поджимают. По идее уже третий по времени пришел. Это был со спины тебя поджал. В итоге забирает АВП. И уходит сохранять снайперскую винтовку. Игрок Нордовинт. Тенский. Ну, в принципе, а что еще делать? Что еще делать в таком безнадежном раунде? Реальный шанс был. Это зацепить большие. Потом сразу же вырубить игрока в хлыпе. Поставить бомбу. Еще до того момента, когда подожмутся два оставшихся игрока защиты. Чтобы занять более выгодную позицию. Чтобы, опять же, еще дать третий минус. И остаться один на один. И там уже его доиграть. Докрутить. Но слишком сложная миссия для этого раунда. Для игрока Нордовинт. Ну и есть ВП. Вот он пошел. АВИК. Ну и все. Остальные там по пистолету. И 2К, наверное, стоит играть. Либо все-таки это будет... Это форс. Или что? Двое купили. Двое говорят, что вы делаете? Тут все... Ооо. Ну, хорошо. 3 Мак-10 Диггл. И АВП. Которые принесли из прошлого раунда. Ну и вот он крован с амиком по руску влетает на банан. Нажал на выстрел. Так, на удачу. Уже понимаю, что никто вряд ли... Вряд ли кто-то выйдет на его прицел. Он все-таки остается на кровах. Тут с диммейтом прослел. И сейчас в ответ Молик может прийти. Опасно. Он уже пришел. Закрывается смоком. Ну, в принципе, он уже и выскочил из Молика. Но это 21 КП. Ну, вот все, пацаны. Кто следующий? Все. Абонемент использовал свой на АВП только что Кроман. Ну и нужно... Другому игроку теперь пытаться. Ну что, дубль-2. Выход на банан. В поиске антрекелла. Кроман красный. Идет первый. Ну, не знаю, насколько это необходимо. Запустил бы уже АВП. Пусть идет. Пробивает. Эту защиту. Но все-таки есть еще пара гранат. Вроде бы этот отход не слышит. Сейчас подсадка, кстати, в ланге. 4.1 расстановка. И все идеально складывается сейчас для Нордовин ДНБ. Но нужно выйти и не подставиться под Хундуна. Ну, либо просто как-то его разменять. Но самое главное не остаться на таком сильном меньшинстве. Сейчас при заходе на точку. Не потерять двух. Там в ответ Хундун уходит в хилпу, например. Ждет своих тиммейтов. И все. Это 5-3. Простейший ретейк плента. У нас, кстати, уже пришел второй. Уже пришел третий. Пока же густавались гранаты. Уже Бараб дает фраги. Куда ты полетел? Стоять, дружище! Ай, почти, почти. Скорректировал. В ответ прилетело в итоге. Ну и ситуация не такая уж и плохая. 3 на 3. Прошить могут плент, по-моему. Просто прикрывает. Но Тенский бомбера. И здесь тоже без проблем. Ну что же, 4 в 4. 2 мак 10. АВП. Дигл. Все это все равно можно легко выбить. Давайте посмотрим на АВП, как он сыграет в этой ситуации. Номер 7 суперважен. Фишечка. Так, АВИК на банане. Фишка в тупике с двумя игроками. Ну, не факт, что сработает на этот раз. Так. Единственное, что нет дымов, да? Каких-то гранат. Поэтому здесь попробуй выйти, как говорится. Здесь просто в лоб атака. Все-таки даже решила не прятаться. Уже вышли на своих оппонентов. Покор попытается засейвить девайс, но... Ну, а что делать? Да, больше уже по времени ничего не получится. Не успеешь-то явно не туда перетянуться. А вот так вот под Дигл попасть. Ну, это вообще обидно. Вроде бы сейвил. Ну, вылетел парень и просто тебя разорвал. Окей. Хорошо. Северный ветер. Нормально сейчас заходит на точку Б. Со сложнейшими девайсами. Парни тащат. Очень непростой раунд. И вы видели, что в защите буквально вот... Один смог бы на банан. И насколько бы проще было бы это все выбить. Просто один дым. У тебя был бы один дым и все. И раунд бы тащился очень легко. Вряд ли бы эти два парня в тупике что-то либо вообще могли сделать. Там дым на банан, там плюс флэш. И парни в тупичке просто зажимаются легко. Буквально первый там выходит из рабов и говорит, что ребята, а их здесь нет. Максимум тупик. Либо за плентом там на главке. И, в общем-то, дело сделано. Ну что же, сложнейшая закупка у Трикет. Бубские с авиком. МПшка, юмпик. Эммочка, цзэшка. И это, конечно, сложнейшая ситуация по оружию. Для того, чтобы вытащить. Но почему бы и не рискнуть. Итак, ВПМ. У нас находится на банане. Как раз сюда собираются три игрока атаки. Пока что третий игрок обороны перетянулся как раз на длину. Там укрепление в больших песках есть. И, в общем-то, отдают. И центр карты пока что Трикет. И банан, по сути, отдали. Ну, а что им делать? Им нужно, наверное, гадать с такими девайсами. Разве что АВП можно было как-то попытаться раскрутить. Даже гранат особо и не было нужного количества, чтобы выйти на банан. А если бы они использовали все, которые есть сейчас, то потом было бы сложно минуту отсидеться по точкам. Отлично. Вупский. Хорошо. Пикнул Савика. Рубина 22 хп. Очень хорошее и нужное начало для команды Трикет. Немножечко засуетила здесь команда из Норвегии. Все-таки уже посмотрели, пошли смотреть спину, ребята. Бабаиваются, что их поджимают. Но, опять же, я только что проговаривал, что Трикет в глухой обороне. Во всем, что они могут делать, это между плентами перетягивать игроков. Посмотрите, очень простой минус для снайпера. Второй. Здесь СЗшка как раз красного влетает. Еще и... Оу! Трикет без потерь берут раунд. 4-2. Шикарно закупились на последнее. Ну и вновь минус деньги. Теперь уже для норвежской команды. Здесь 33800. Три игрока, у которых меньше 2000. Это значит, что нужно, наверное, взять тайм-аут и обсудить, что делать с такой экономикой дальше. Либо просто не думать сыграть 2К. По ходу этого раунда обсудить, если не хотите тратить паузы. Но пауз достаточные. Все-таки их нужно использовать. Четвертая. Четыре, точнее, паузы. Первая только что пошла. Как бы шансов тебе много исправить ситуацию. И нужно это делать как можно раньше. Вроде бы еще 4-2 в твою пользу. Но ситуация по деньгам такая, что сейчас 4-2 очень быстро в 4-4 превращается. Да. Да, друзья. Это форс. Ну а что на удачу? Ну зайдем на Б, возьмем раунд. Ну не зайдем, сыграем один экономический и дальше вновь купим пушки. Почему бы и не рискнуть? Все-таки есть шанс, что раунд зайдет. Что не нужно отдавать сейчас какие-то раунды соперникам. Выйти вперед 5-2. Сейчас выбить эти деньги. Это вообще будет фантастика для Нордовинт. Ну что, Кромен, Рубино. Давайте, парни. Все не так уж и просто будет, конечно же, на этом инферно. Но, судя по всему, трикет можно обыгрывать. И, по-моему, ребятам по шансам сейчас здесь забрать победу. Кстати, надо посмотреть, что там дальше у нас по сетке. Напомнить, кто с кем играет. Сегодня параллельно также идут трансляции. Не забывайте, StarLadder 10 нам всем в помощь. И, конечно же, после второго BO3 мое место займет Слэмчик. Останется с вами на вечер-ночь. Но матчи у него будут явно посочнее и поинтереснее. Там действительно хорошие команды, которые в первом игровом дне победили. Ну а у нас вот он, проход по банану. Этот самый ожидаемый. Но нет. Снайпер, бубки, на этот раз... Работает хорошо. Причем он второй снайпер команды. Но парень создаёт здесь нормально с АВП шуму. И просто отбивается желание вообще выходить на точку B сейчас у ребят из Норвегии. Молодец, молодец. Вупский включился. Аккорд на первом АВКе, Вупский на втором. И, опять же, вот чуть-чуть стабилизировали свои деньги датчане. Ну что, теперь им будет попроще. Ну и ожидаемый 2К раунд. Причем тут, к сожалению, особо ничего и не купишь сейчас ребятам из Нордовинца. Ну окей, ладно. Это 4-4. В общем-то, по-прежнему по счету, по крайней мере, будет равная игра. Но уже с экономикой для команды Трикет. Итак, друзья. Вчера в Героик обыграли Трикет со счетом 2-0. Команда Крейзи обыграл Нордовинт. Ну, по этим матчам я говорил. И, в общем-то, следующий тур в Виннарах это Героик против Крейзи. Беги обыграли справа 2-1. А Фнатик обыграли тут. И, в общем-то, Биг против Фнатик тоже будет очень неплохая игра в Виннарах. Ну, давайте досмотрим. Слушайте, тут на самом-то деле очень интересная ситуация получилась. Да как так? Ой-ой-ой. Ну что, теперь вот... В принципе... С подобранными пушками можно попытаться и доиграть. Рубина. Рлоу. Да ладно, разворачивается вовремя. Тенский дал минус по кору. И ситуация 2-2. Ну, где, опять же, игроки атаки без арморов. Где они битые. Диффуз. Просто на морозе проходит. Такого я еще не видел. Это вообще жесткий диффуз. Бомбы был. Но найстрай, найстрай. Нордовинт. Ну, черт возьми, трикет нужно быть поаккуратнее в следующий раз, чтобы такое не происходило. Немного неаккуратно сыграли только что. И чуть-чуть за это не поплатились. Ну, и нижняя часть сетки, друзья. Ну, сетка Виннаров по-прежнему просто вторая часть. Маус Спортс обыграли Virtus.pro 2-0. Оптик обыграли Gamer's Legion 2-0. Поэтому в втором туре, конечно же, команды сойдутся между собой. Сегодня посмотрим Маус Спортс против Оптик. Виндига проиграли Encent. Ну, а Нордс обыграли No Chance. И, в общем, Encent No Chance это также матч в Виннарах. Ну, и опять же, друзья, это сумасшедшая, конечно же, рубочка будет. Будет на что посмотреть в этой квалификации. Очень быстро играют под Аплэн сейчас ребята из Норвегии. Занимают быстренько ребра. До конца ковров там добежал игрок атаки. Правда, у него уже 32 кп остается. Ну, и вот второй заход. Второй волной. Сентрикилом. Ну, дальше дабл от Акора. Минус от Хундена, который с Моликом спалил Тенский. Правда, небольшой ответ. Ну, опять же, весь размен с пользой команды Трикет. В итоге 1-1 тут на долю секунды. Но Бубский берет раунд. АВП, АВП, АВП. Есть АВП в руках Бубский. Дает он его кому? В основном у снайперу команду Акору. Сам сработает с Аугом. 5-4 в пользу Трикет. Да можно брать играть B сейчас. Нордовинт. Но, наверное, 2К раунд разыграют ребята. Но, возможно, стоит и попробовать. Что пауза должна быть сейчас. Да, 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 да. Будут обсуждать, что делать дальше со своей экономикой Нордовинт. Ну, и по фрагам вы видите, что, в принципе, никто не пропадает особо. Где-то с Жуж немножечко просел. Там 3-0-5, 3 фрага у Хундена. Но это больше, наверное, зависит от того, что на их позиции не так часто выходят. Свои фраги они еще набьют. Ну, Бубский здесь зажигает СВП на Б. Просто жжет напалмом 13-1-6. Его статистика. Ну, и пока что Слэйр Гарри Рубина. Лучшая в составе норвежской команды. Тенский, Хелдзерг, Роман. По 4 фрага мы видим пока что. Без ВВП, конечно же, для атаки. Здесь уже не такая сложная экономика. Да и, в принципе, возможно, как раз в атаке они собираются работать без этого девайса. Итак, Калаш. Все-таки закупились ребята. Все-таки будут рисковать и дальше. Ну, 4 МАК-10, Калаш, есть гранаты. Ну, что, это Б-Плэнт. Это Б-Плэнт на, конечно, это сложнее. Ну, тоже есть варианты. Там через ковры разыграть десант, в Плэнт лететь. Но там есть просто когда один Калаш. Это слишком большое давление, мне кажется, на этого парня. Что-то поменялись девайсами. Кроман будет на Калаше. Идет он по коврам. И там же бомба проносится в этой же позиции. И вот-вот начнется, видимо, раскидка и выход на точку. А давайте посмотрим, успеет ли, например, Хунден залететь в Плэнт. Встать на позицию. Но нет, он больше решил тут пропечатать гранатами мидл. И да-да-да, видит, что смока нет. Спокойно перетягивается в точку. Здесь под свеченкой смоков. Да ладно, сработано! Сработано! Вообще на 5 с плюсом. Ну, если пятибалльная система, конечно, оценки. Просто невероятно разорвали точку. Здесь парни не успели вообще отдышаться. Отрезали им большие там смоками. Неплохо зонировали нужные позиции. И самое главное, сами в великолепном движении врывались с этими девайсами. Теперь уже подобрали пушки. Ну и не могут, не могут. Трикет спокойно выйти вперед здесь по счету. На пользу пошла эта пауза для Нордовинт. Северный ветер. Все-таки не зря рискует в этом раунде. Ну и выбивает экономику из соперника. Соответственно, выбирает девайсы. И, в общем-то, стабилизирует свою ситуацию по этому показателю. Ну а здесь уже вынужденный сейв для Аугов. Иначе вообще все плохо будет. Посмотрим. 4600 дроп дать. А у остальных 1900, 2, 1400. Так это... Дали дроп. Вы серьезно, парни? Ладно. Решили бы тут плотно порубить цитрики. Дали дроп Ауга, который единственный можно было дать. Ну, опять же, две пушки остается. И докупили две СЗшки с гранатами, с первыми арморами. Два набора диффузов. Ох, какой сложный раунд. Вы решили разыграть Трикет. Ну, в принципе, соперников только что проперло. Может быть, и они рассчитывают на такую же, возможно, же удачу. Ну, это сложнейшая ситуация. Номер 4 и номер 5 это СЗшки. Опит СЗшки на точке А. Окей. По-моему, именно на этот плен сейчас и собираются. Хотя нет. Банан. Бубский. Ну, пох... Ой-ой-ой-ой. Как жестко! Минус дрова по его инфежу. Сработал бараб. И плюс, плюс. По крайней мере, кильчик свой сделали. Но с другой стороны пушку подобрать и утащить, точнее, не смогли ребятам. Возможно, там кто-то саплента перебежал бы, поменялись. Но здесь уже другая ситуация на карте. Здесь вот-вот начнется выход на точку А. Опять же, здесь две СЗшки. Одна ошибка от СЗшек. Кто-то не дал минус. Кто-то не убил. И плент рассыпается. Не так смог. Под коврами. Раскидывает, раскидывает позиции пока что игрок в коврах. По-прежнему есть люркер под Б. Двое на шифтах. СВП проходит сейчас на лонге. Защита остается 2 плюс 3. Два игрока нам бы не верят в то, что бомба здесь. Все-таки им сказали, что это всего лишь один из ковров раскидало. Это, возможно, фейк. Но, черт возьми, вот так вот немножко пропустить лонг. Ну, да ладно. Все нормально. Здесь сам игрок пошел. Правда, Кромангарь. Тенский развалили всю точку. Вообще без шансов. Просто уничтожены все. Привет от северного ветра. Ну и походу здесь уже появляются действительно первые серьезные проблемы у команды Трипкет. Не справились. Не справились вообще никак. ЦЗ в точке А не смогли там попрятаться. Там как-то вот использовать ближние позиции в этих перестрелках. Конечно, игрок на бетом рискнул. Но Аплэнд сыграл идеально. Просто идеально. И... Я даже не знаю, как это еще комментировать. Казалось, что были шансы у Трипкет. Ну, опять же, из-за того, что ребята очень сильно подзажались в точке. Не могли контролировать они там так агрессивно все эти направления. Опять же, имеют две ЦЗшечки на пленте. Ну и вот, пожалуйста, калаш сейвится. Ну, а раунд отдается. Экономика атаки все лучше и лучше. У ребят уже появляется с запасом. По крайней мере, на один оружейный, я думаю, хватит. Там этих 6, 6500. У двух игроков 2600. Ну, опять же, плюс деньги, которые дают. Например, за проигранный раунд. Ну, пока все нормально для норвежцев. Как минимум на один раунд. Да и уже 6 за атаку взяли. А так можно попытаться вообще на все 10 выйти. По крайней мере, седьмой сейчас просто необходимо забирать. Чтобы не было лишних каких-то проблем во второй половине. С каким-то таким недоигранным раундом. Но сейчас вот обидно проиграть калашу с четырьмя юспами. И, опять же, расстановка 4-1. Это не калаш на Б. Ну и, в общем-то, да-да-да. Здесь вот. Ну, уверенности, возможно, сейчас пойдут просто вперед. Нордовинт. Возможно, вообще на шифтах. Возможно, под один смок, либо какую-то флешку. Ну что же, пошел смок. Пошла флеш. Еще серия гранат. О, нормальный такой. Засыпали, запалили весь плент. Но побаивались, конечно же, ребята, то, что может быть засада. И все-таки решили использовать все гранаты. Ну, убедились, что точка пустая. Уже пошла информация от Хеллзерка, то, что, ребята, куда ты полетел? Авик принес. Ну, вот с этого АВП уже жахнули. Хорошо, 3 в 3. Калаш с прошлого раунда. Ну, нет, дальше не пойдет. Защита, понимаю, ну, куда им выходить. Там в один проход втроем. Тут уже... Тут уже все проиграно. По крайней мере, хотя бы девайс могли утащить. Подобрать там еще один калаш. Шавик унесли. Все, все. Ну, в принципе, так вот будет даже неплохо. Не особо много придется тратить денег на следующий раунд. Но, тем не менее, это 7-5. За норвежцами. Хотели, конечно, датчанин. Хотели как лучше. Хотели 6-6. Хотели побиться за каждый раунд и эпизод. Но сейчас было реально сложно. Так, третья пауза в исполнении атаки. Вот как-то вот ребята тут решили по полной оторваться по паузам. Ну, и, видимо, что-то все-таки решили обсудить. Видимо, вновь что-то заметил. Либо тренер, либо игроки. Ну, и нужно сейчас это проговорить. У Хундена не идет. По-прежнему защита. Три фрагом. По пять у Акора из Жуш. Бубский. 11-16. Бараб. Ну, и Слеер Гарри по-прежнему показывает сегодня очень хорошую игру. В принципе, вчера этот парень тоже плохо не играл. Он, по-моему, в топе по фрагам был. Пусть и команда проиграла. Ну, в общем-то, вписался в коллектив. Вроде бы неплохо. Но, опять же, пожелаем первой победы ребятам на квалификации. Хотя, я думаю, тренер тоже, в принципе, этого достойный. Ну, и, конечно же, пусть победит уже сильнейший. И посмотрим, кто пройдет дальше. Авик. Два Уга. Два Калаша в защите. Опять же, так, мы видим, ребята, потратили. В принципе, не так, как и было многом. Ну, и также через АВП решили сейчас атаку разыграть. Норвежцы. Правда, вот, Хеллзерка уже прилетела. 27 хп остается. 70 рубинов, 80 кроман. Два фуловых. Начало явно не самое впечатляющее. Но, с другой стороны, мидл уже забрали под контроль игроки атаки. И где-то уже попроще. Сейчас будет с перетяжкой. Точнее, с разводом игроков обороны. Возможно, как-то пошатают эту защитку. Но, правда, вот без банана все равно это сложно делать. Там нагло чекает Бубский. Постоянно залетает информация, что банан пустой. Все хорошо, ребята. И вот, возможно, стоит даже уйти сейчас одному из игроков обороны на точку А. Но, правда, мы видим, что тут тоже что-то непростое готовят ребята из Нордовинд. Возможно, это будет фейк. Хотя бомба в коврах очень близко. Но нет, бомба разворачивается. В мидл заходит потихонечку Тенский. Выход на Бестин. Проверяют, не проверяют. Минусы в центре там также прошел. Ну и вот он, выход финальный на точку Б. Бомба только сейчас выходит на банан. Ребята вдвоем здесь будут в атаке. Неаккуратненько. Да и Хелзерк успел щелкнуть в Руспе. Щелкнуть. А как же там Хун подставился? Видимо, Смок еще не прилетел в эту секунду. До Смока он это все успел оформить. Ну и все. И здесь сейв очень важный. Очень классный. Получилось разыграть раунд. Нордовинд. Хотя, опять же, начало вроде бы было такое сложное. Вроде бы уже и выход казался такой не слишком перспективный после фрагов и размена на банане. Плюс когда еще потеряли игрока в центре. Но, тем не менее, парни смогли продавить. И тащат. Тащат. Пока что. В этой атаке. Причем это уже восьмой раунд. Это выигранная половина. И, в принципе, так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Реально можно и на все 10 разыграть. Но не факт, что этого будет достаточно. Непонятно, какое сегодня будет инферно. Какая половина будет рулить. Но уже видим, что, по крайней мере, в первой половине у нас... Вроде бы тащит атака. Поэтому у Трики тут нет выбора. Нужно будет тащить очень так же за атаку. Иначе это ГГшка. И, в общем-то, Хеллзерк в защите с ООП вроде попадает неплохо. Но непонятно, как на карте инферно, конечно, он это будет дело все оформлять. Но посмотрим. В принципе, не так долго остается нам ждать. Всего лишь два раунда до конца первой половины. Дальше, друзья, у нас будет короткая пауза. Ну и, опять же, матч с участием команды Virtus.pro. Хотя, возможно, кому-то будет поинтереснее наблюдать за другим клипом. Каким-то геймер с Лиджиом. Там очень интересный состав. Ну, а не попозже. Давайте пока посмотрим, чем закончится. Либо, в принципе, уже, наверное, все. Здесь Губски очень мощно поджал бананы. Отлично. Ребята также в центре смогли оформить минус. Ну и вот хорошие два минуса без ответа. И тут даже вот негде выйти там разменяться. Либо продавить какую-то позицию игрокам атаки. Ну вот максимально, что могут сделать. Такую вот длинную перетяжку. Ну и да, это будет выход на точку А, где уже практически вернулся Хунден. Он уже в библиотеке. Но, может быть, он сейчас, учитывая то, что Бубски подтягивается по арке, сейчас зайдет вообще в плен. И, наверное, тогда будет полностью отмена этого выхода на точку. Но нет, вернулся назад. И, ну, может быть, по стрельбе еще как-то здесь через снайпера смогут справиться ребята. Но пока все, да, снайпер не попадает. Все, падает бомба. И после этого промаха от снайпера посыпалось абсолютно все. Шестой раунд для Трикет. И последняя в первой половине. У Атаки есть деньги. 5800, 5700, 4 с чем-то. Там 3800 минимум. Кромен что-то найдет. Защита также при девайсах уже на максимум закупится. Команда Трикета в этом раунде. Ну и, в принципе, важнейшая ситуация, как всегда, классическая в Counter-Strike. Либо 9-6, либо 8-7. Разница на самом-то деле колоссальная. И за этот раунд действительно стоит побороться и придумать что-то интересненькое. Так вот. Gamer's Legion. Это Existence, это Scream, это HS, это Hampus, это NAVK. В общем-то, Михус, Нечеснак, Свеки. Охо, Литсиоус. Присутствует в составе команды Virtus.pro. Опять же, игра в узерах. Неприятно, конечно, такую БВ-3 встречу проводить. Но что поделать. Ой-ой-ой-ой, один хп. Да как так? Да как же он там выживает? Нет, но тем не менее, Тенский дает минус. Минус от Hellzerka. Размена. Так, Ораз, Джуш, дают фраги. Есть он по коврам. Никак его не могут нашить. Неужели он уйдет? Да, Слеер Гарри отпускает соперника. Ловит как раз этой позиции хаешечку. Ну и Бубский идет уже вот-вот его уничтожать. Слышит, слышит его Гарри. Он дает один минус. Но опять же, здесь вдвоем выпрыгивали игроки Трикет. И четко разменяли последнего игрока атаки. 8-7. Все-таки всего лишь один раунд преимущества. Выиграли атаку норвежцу. Но опять же, за счет выигранной пистолетки, наверное, и неотданного форса. Посмотрим, что будет дальше сейчас по пистолетным раундам. Смогут ли Трикет затащить свой. Ну и коэффициент от Джи-Джи Бет на... Ну, уже победителя карты Инферно на всю БО-3 серию. Довольно равные. И, в принципе, я думаю, мы с вами не удивимся, если здесь увидим какие-нибудь допы и не одни. И сумасшедшую такую нервную, напряженную, потную концовку. Все это, конечно, может произойти. Ну и немножечко позже. Ну, где-то, не знаю, на полчаса, может быть, наверное, минут 45 уже отстает начало следующей БО-3 серии. Соответственно, ну, все матчи где-то вот на час могут там... Когда Игорь придет, вообще на час уже может быть дилей. Ну, что поделать, 4 БО-3, так обычно и бывает. У нас пока что пауза перед стартом второй половины, ждем начала. Ну и смотрим на статистику. Лучший по фрагам Бараб 19-2-7 сыграл в первой половине игрок команды Трикет. Ну, Слеер Гарри так и называет его парня. РТ Слеер, он же Гарри. Ну, друзья, опять же, вот вроде бы играл первый матч. Непонятно, вот, что он будет играть в составе, не будет. Что будет с командой Народовинт, вот, до конца непонятно. Ну, играют, пробуют. Ладно, пауза снимается. Поехали, ребята, пистолеты. Удачи. Удачи всем. Итак, с дым, две флешки у Хунда на дикой бубский. Такой мы уже видели на предыдущей карте. Четыре армора. Защита также на четырех арморах. Две флешечки и диффузы у Гарри. Ну и очень спокойная ситуация. Байт от норвежцев на банане. Показывает, что здесь один, на самом-то деле, там трое за спиной в засаде. Ну, пока никуда не спешат игроки. Атаки пытаются собрать информацию, а защита вынуждена суетиться, потому что у них один игрок на пленте, и в любой момент там точка может быть прорвана. Даже если не точка, то вам могут зайти в респаун. Лонг не под контролем, поэтому хоть кому-то нужно было отойти. И вот тут просто иногда нужно выждать паузу, никуда не ломиться, и уже будет попроще. Пока что втроем уже пытаются продавить направление БМ. Планта, ребята, ну и не знаю, не знаю, насколько сейчас эффективно все это будет. Все-таки три игрока по-прежнему здесь. Пошла полная перетяжка. Пошла один смок и две флешки. Пойдет атака. Еще Аккорд дает минус. Да ладно! Ошибается Хеллзерк. Смок летает Гарри. Но только размин он может дать. И здесь также будет размин за первым ящиком. Это уже смок нашивали. Это не будет явно минуса от Нардавинд. Ну и 3 в 2. Веселая ситуация у Бубски и Гарри. Но, к сожалению, не очень веселая для команды Нардавинд. В общем-то, трикет. Очень легко также тащит пистолетку. Ну и теперь посмотрим, чего стоит их атака, чего стоит защита. Нардавинд. Форс раунд будет. Если трикет у нас играли полноэкономически, то здесь, ребята... Ну что ж, две МПшки. 5-7, два дегла. Есть ДМ, есть Молотов, есть Арморы. Четыре штуки докупили. Один-второй. Ну и расстановка в этом раунде. 1-4, трикет. Ну а что будем делать, ребята? Трикет, я не думаю, что будет куда-то спешить. Спокойно. Медленно занимается Банан. Уже, по крайней мере, полдела сделано в этой атаке. Чекается. Медл поглядывают, ребята. Там и номер 3 в районе Ковров находится. Также поджим второй длины. И Ковров контролируется. В общем-то, пока что просто контролят поджимы. Занимают Банан. Ну и, в принципе, начинают уже свою перетяжку на точку. Оставляя на Банане Бубски. Попытается пофейковать. Возможно, стоит, не знаю, МАГ-10 было запустить на Банан, проверить все это дело. Но в итоге парни идут в засаду. Здесь уже пятый игрок перетягивается. И такое продавить будет не так уж и просто. Но нету стартового какого-то жесткого минуса у Дегла. Хотя, подождите, Кромен зацепил. Халзерк все-таки дал минус. Но Тенске отвечает. 2 в 2. 2 юмпика против МПшки Дегла слышит. Знают ли про Плэнт. Пошли давить большие. И Плэнт, конечно, провтыкал. Линия! Линия какая! Но Бубски дает минус 11 кп. Какая же удача, черт возьми, в этом раунде для Трикет. Казалось, опоздал игрок защиты с этим выпадом и хилпой своему тиммейту. Вот на долю бы секунды вышел бы раньше. Это был бы раунд. Явно за норвежцами. Обидная ситуация. Ну и пауза у нас. Все-таки ребята решили с Трикет обсудить, что же делать дальше. Как я понимаю, там пошел какой-то чат. Но, к сожалению, перевести не могу, друзья. Тут норвежцы с датчанами переписываются. Это перевести я не смогу. По крайней мере, то, что там не геймерское. И не на английском. Итак. Ну, что-то посмеялись. Ребята, хорошо. Да, напряженный раунд был. В веселой ситуации. 9-8 за Трикет. Экономический для Нордовинт. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно. Ну, пока все вроде бы под контролем Трикет. Вроде бы им тоже непросто играть. Точнее, не так уж и сложно играть за эту атаку. Ну, по крайней мере, против пистолетов. Там антиэко. Антифорсов играют ребята вроде бы очень даже уверенно. Ну, ждем первого оружия на раунд, чтобы понять вообще, чего нам ожидать от защиты Трикет. Вот это этой обороны Нордовинт. Вновь ничего не меняется. Банан отдается. Вновь на контроль Банана выходит легко команда Трикет. Ну, и вновь начинается такая медленная перетяжка. Это да, Зевс не пройдет. Подловил бараб своего соперника. А вот тут можно и пофейковать. Остается Банан. Остаются ребята. Принимают решение, что давайте лучше с Аплунта перетянем одного игрока и выйдем на Б. Здесь есть два игрока обороны. Первого проходит. Плэнт. Ну, тут даже негде. Кром, он будет в этом и спрятаться. Он еще и подгорел. Тут немножечко наступил на Молотов. Изи. Изи фраги. И это десятый раунд для команды Трикет. Неплохо, парни. Еще шесть. Необходимо до победы. Это, конечно, будет непростое испытание. Но на Инферно, опять же, все мы понимаем, за атаку можно легко тащить. И, в принципе, я буду всегда, по крайней мере, по-прежнему считаю, что атака это сильнейшая сторона. И грамотная атака, сильная команда. По крайней мере, имеется шанс, чтобы растянуть эту оборону. И, ну, выходить большинством на меньшинство. Там, и иметь кучу хороших возможностей, чтобы вообще выиграть эти раунды. Возможности. Карта где-то поменяется. Будет очередной какой-то патч. Что-то там, баланс сил нарушится. Но. За атаку всегда можно играть. Но, с другой стороны, мы видим, что из-за защиты всегда можно хорошо играть. В конце концов, можно заколить там пять игроков на одну точку. Угадать и затащить раунд. В принципе, где-то по стрельбе можно пропереться. И мы периодически видим матч, когда просто там топ-команды друг друга уничтожают за защиту. А вот недавно тот же матч Мибор против Норс. Можно посмотреть, где со счета 14-2 пошел камбэк. И сильнейшая команда Мибор не смогла одного же раунда забрать за атаку. Хотя, казалось бы, там, не знаю, когда уже ничего не работает, просто ходи бэк каждый раунд. И что-то когда-нибудь получится. Но иногда такое бывает. Итак, МПшка. Три юмпика, калаш. Вот такой вот интересный набор девайсов. Опять же, неплохо вроде бы выглядит для атаки на точку А. Да, вот если такие же раунды разыгрывать, как это делали Нордовинт на плендах. Хотя и на Б тоже, почему бы и не. Там можно на ногах, на санях улететь. Ну что же, уже выход по лангу идет. Три лонг, два шорт, сплит раунд. Падает здесь Аук. Но все-таки умудрился один минус дать. Правда, Тенский минус Хундун, минус Акор. И Тенский достановил все-таки выход через шорт. Но в плен залетели игроки. Бомбу установили. Лзерк легко забирает игрока в пленде. Есть информация по последнему. Пытается уйти в шорт. Но Кроман его контролирует. И это девятый раунд для Нордовинт. Все-таки не будет легкой игры. Однозначно здесь будет игра раунд в раунд. Скорее всего. Ну, по крайней мере, какую-то разведку провели. Трикет уже кое-что увидели. Со второй попытки, возможно, это будет уже все попроще. Ну и бомбу поставили. Также плюс для экономики. 7300 вон есть. В общем-то, деньги будут. Правда, вот посмотрим, что будет после ситуации неудачи, например, для команды Трикет в этом раунде. Но ребята здесь решили помочь. Авик, СГшка, три калаша, все гранаты. Ну что же. Это будет интересно. С новой защитой Триауга калаш АВП. Здесь тоже все понятно. Следим за авиком номер 7. Не пойдет ли он там пикать, врываться на мидл. Но нет. Это вновь игра аккуратная на банане. 3Б. Под прикрытием АВП. И, кстати, первая жертва-то уже вышла на прицел. Пытался рискнуть аккорд. Сам пытался выйти на минус. Но нарвался на снайпера, который был в РСП. Неплохом и в позиции. Под прикрытием тимуэра. У нас здесь уже казалось, что следующий должен умирать. Но Бубский с авиком выглядит действительно очень замечательно. И в первой половине он на бэках принимал соперника, да и сейчас. Не пустил себя поджать. Непростой такой выстрел в молот. Все дело на движении. Молодец. 4 в 4 ситуация. Ой, по голове. Тут Рубина прилетел в значок. А, нет. Нет, не по голове. Какая-то хаешка сверху вот на 2. Али все-таки. Это дымом по голове Рубина 98 оставила. Ладно. Давайте посмотрим за этим смещением. Здесь уже пошла вся информация. Поджим со спины идет. Третий игрок перетягивается на точку. И только, опять же, вот хорошая раскидка и хорошая стрельба спасет команду Трикет в этой ситуации. Их закрывают уже на банане с двух сторон. Сейчас бы развернуться, конечно. Время еще было. Но все, парни идут просто на смерть, наверное. Но бой, но Хундун. Отлично. Сентрикилом заходит на точку. Минус Рубина. Спину законтролили. Изи. Вылетающий из смоков. Но все, остался только один. Его моментально добивают. Ребята из Трикет просто протаранили точку. Б продавили. Очень качественно и очень успешно. 11-9. И еще одна пауза от команды Трикет. Ну вот, что-то ребята за атаку. Тут и одна, и вторая команда используют все свои паузы. И Нордовинт. Обсуждали. И Трикет обсуждают. Много моментов. Ну все, последняя решающая карта. Реально вылет уже с квалификацией будет для проигравшего. Это очень неприятный момент. Проиграть вот так вот на старте. Закрытой квалификации. Две БО-3 серии подряд. Но что поделать? Побеждают сильнейшие. Ну и сильнейшие, кстати, сегодня играют вечером. Друзья, еще раз напоминаю, что после вот следующего матча Gamer's Legion Virtus.pro у нас начнут играть Виннера. Игорь Сопов будет в здании. Я думаю, параллельно также, конечно же, будет идти стрим на StarLadder 10. Поэтому следите за всеми матчами, квалификацией вместе с нами. Но к поводу завтрашних матчей еще вот точно информации нет. Но если что, я думаю, мои коллеги вам сообщат. Либо наш Twitter. KSGOSLTV. В принципе, он все пишет. Анонсы, если что, будут. Но надеюсь, мы не пропустим игры. Ну посмотрим. Три дегла. МПшечка 5-7 в защите. Это просто игра по позиции М3 плюс 2. Я даже не знаю, на что рассчитывают ребята. Но возможно на деглы. Номер 9, номер 0. Есть и на А, и на АБ по деглу. Номер 7. Также в районе Ланга. Сейчас может, в принципе, в теории пропечатать МПшка. Ой, уже пострадала. Но Тенский все-таки сработал с дегла. Есть. Энтри килл. Спина контролируется. Аккорд дает минус. Вроде бы вот были шансы сейчас. Попади с первой. Но уже был бы какой-то размен. Там 3 в 3 ситуация. Но в итоге зажимают Тенский на пленте. Он с деглом. Он давал минус. По нему точно есть информация. То, что он в пленте. Библиотеку слышно на самом-то деле. Но там игрок атаки пошел зажимать плент. Ну и не успел Ахл Паприки на помощь. Еще и Смоук решил выскочить игрок. Фундун спокойно все контролирует. На всякий случай решил проверить и второго. Бараб Стэнский решил пообщаться. Что-то там по поводу. Не знаю. Как переводится это слово. Ну да ладно. 12 раунд для трикет. Все ближе и ближе. Дальчане к победе. В принципе. Уверенно ребята атакуют. Но здесь где-то неуверенно защищаются. Вот ребята из Нордовинт. Вот нет вот. Этой железобетонной защиты. Нет этих. Уверенного какого-то контроля банана. Уверенного приема соперников. Все как-то вот. Просто еле-еле держится. Ну что же. Будет бай. Давайте посмотрим что придумают сейчас ребятам. АВП. Лзерк. МПшка. Две Мки. Аук. Есть гранаты. Один второй армор. Четыре первых. Два набора диффузов. Номер восемь и номер девять. Да. Разошлись по плантам. Здесь все правильным. Кор по-прежнему с авиком. Там тройной по-моему распаун. Но банан нет ребят. Только гранаты. И все-таки решили от начала банана поиграть. Не рисковать. Посмотреть что же там сделает защита. А нет еще молик под стенку. В ответ хайена дрова. Ну тут уже дальше флешки. И да. Прожимается очень быстро. Вновь минуту тридцать. Банан уже под контролем. Ребята с командой трик. Слишком пассивно. Слишком легко. Вот атака. Которая понимает что делать на инферно. Ну ладно. Разве что вот такими мини фишечками. Там мини пиками. Как-то вот будут выигрываться эти дуэли стартовые. Но по идее грамотная атака. Вот такую пассивную защиту. Вот легко читает. И легко дожимает. Разрывает. Но теперь уже в меньшинстве здесь особо выбора нет. Перетяжка пошла от Боруб. Идет четвертым игроком на банан. Вроде бы уже начинает смещение сейчас Халзерк. Но он под библиотекой с авиком. И максимум что он будет видеть на точке Б это дым. Когда он прибежит на помощь. Поэтому все бесит здесь на двух игроках. Это Кроман. Это Рубина. Кроман сгорел. Нет его все таки добили с СГшечки. А все все все. Рубина уже здесь закрыт. По идее тоже дымом. Изи. Буквально один минус. И уже просто переворачивается ситуация в раунде. На тебе еще раз. Вот напрошивал тут гробы с МПшки. Без шансов. И все. Парни убегают на сейв. Понимая что пахнет уже. С проигрышем в этой квалификации. Так друзья. У меня тут уже начинаются тоже какие-то в студии приключения с кондиционером. Надеюсь меня тут током не убьет. Сейчас пойду скажу режиссеру. Чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Это какая-то жесть. Что происходит? Он начинает булькать. Пишите ваши версии. Что с ним. Продолжение следует... Ну что ж, друзья. Вернулся я. Спасатели пришли ко мне. Эх, сейчас будем скрытую камеру показать, что тут в арене происходит перед стартом Дота Минора. Это вообще отдельная, отдельная ситуация. Это уже не только моторная лодка. У меня вертолет за спиной. Тут у меня уже и дайверы какие-то начинают появляться. С пузырями и с водой. Со всем этим делом. Так, ну вроде я тут на проводах не сижу уже. Хорошо. Все, поехали. Давайте досмотрим. Надеюсь нам позволит студия это сделать. И все-таки досмотреть эту встречу. Вот минус от Хеллзерка. Вырубает он Хундена. Ну и пока начало за защитой. Вновь... Неужели все вот вновь в точке Б исправить? Правда сейчас ребята вот решили первый раз без подготовки выйти. Ай-яй-яй. Без КПА. Зря, зря, зря. Вот первый раз вот вы нарушили дисциплину. Ну ничего страшного. Были и интрикиллы до этого. Потом играли спокойно. Подходили под Б, раскидывались и врывались на точку. Но понимали сейчас возможно то, что есть разрыв здесь. У защиты можно было буквально за один минус занять позиции. Но теперь уже сложнейшую разыгрывать придется. Два в пять. Есть минус по Кроману. Нужно ставить бомбу. По-прежнему остаются два игрока на точке. Я не понимаю, что происходит. Но сейчас им скажут, что бомба вот-вот будет установлена. Там уже побежал игрок в спину смотреть с авиком. Говорит, не, нормально, нас не поджимают. Видимо где-то здесь за углом. Ну 30 секунд надо как-то ставить плент. Ооо, это тут еще и пикнули хелпу. Вот это да. Вот грабы если подконтролят, это будет, конечно, замечательно. А тут Рубина и не пойдет. Он с АВП. А вот и два в три уже ситуация. И буквально еще один. Ну теперь Аккорд должен пикать. Он не должен там сидеть на банане. Но вот он надеется, что кто-то подожмет спину. Но нет, Бараб сейчас уже дал информацию, что со спины никого не будет. Пошел и придавил игрока. Отлично все получилось. А что дальше? Это просто провалище от Норвегс. Это просто провал. Это два в пять. Ну все, после такого можно уходить просто с карты. Хотели второй авик подобрать. Но нет, нет. Сейчас поменяются Акорд, Вараб. Девайсами. М-ку что ли подобрали? Зачем? Видимо так получилось. Ну ладно. А, любителю этого девайса Бубский попросил М-очку для себя. Ну хорошо. Хорошо, Бубский. Хочешь Н-ку получи. Ну правда уже можно к Ауге привыкать потихоньку. Но есть по-прежнему еще в некоторых командах такие люди, которые полностью отказываются. Пока еще Тауга. По разным причинам. Ну да ладно. Давайте посмотрим уже чем закончится здесь все. Ситуация ужасная. Да, нужно брать. Да, ВП, две МПшки. МК-УК. Ну, не такая уж и ужасная на самом-то деле. Просто вопрос, что МПшки вновь могут где-то не сыграть, где-то не хватит. Вот и мощности возможно в перестрелках. Но я надеюсь, что на этот раз все-таки Нордовинт что-то придумают. А вот и Энтрикил от Акора. Четкий фраг. Четенько он второй, по-моему, или третьей попытки наконец-то смог подловить своих оппонентов. Что происходит? У меня в студии вообще непонятно. Да, друзья. Ну, это легендарные врывы из третьей студии. Тут теперь уже, видите, новые приключения с кондером. Не знаю, насколько вам это слышно, но меня это очень серьезно напрягает. Ладно. Выход на Б. Два игрока обороны. Как-то вообще не удерживают с точки у норвежцев. Они вообще ничего не могут сделать. Вот подсадка первый раз. И ее, конечно, не смотрят. Ну, вот сразу два минуса. Это Мавик. МП-шка хорошо. Роман. Он просто что-то нашьет. Но патронов не хватит. И в ответ может прилететь бомба. Стоит ситуация 3 на 3. Ну, и ждем, чем все закончится в этом раунде. Я уже просто не могу дождаться завершения этой карты. К сожалению, друзья, немножечко сложновато, опять же, повторюсь, комментировать. Но здесь немного раундов мне придется в такой обстановке проводить. Потому что я уже игру не всегда слышу. Так, Хунден. Минус Гарри. Минус Кроман. Ну, это беда. Это беда для ребят из Норвегии. Все-таки защищаются. Они крайне неудачно на этой карте. Трикет великолепно все делает. Им и дают все. Им дают банан. Им дают центр карты. Им вообще никаких поджимов дома. Ни бойлера. Там минимальные подсадки. Вообще тут. Где вообще им интрикиллы находить? Они реально могут найти интрикил либо на банане, если повезет. И сами решат выйти там на первых секундах. Либо уже интрикилл могут найти, когда на тебя вся атака выходит. И то это на доли секунды получается. 15-9-6 матч-поинтов для Трикет. Ну, и все становится вновь на свои места. Трикет могли в теории завершить все на двух картах. Если бы у них там получше чуть была атака. Либо они там свой второй оружейный более четко отыграли второй половине. Ну, либо Нордовин покажет нам вновь свой северный характер. И этот северный ветер еще выйдет на счет 15-15. Ну, вот такой раунд нужно спасти для начала. В принципе, уже сейчас Трикет должны все завершать. Услышал, по идее, Бубски, то, что пролетел там Кроман мимо него. И он сейчас просто зайдет в спину. Возможно, даже еще лучше ситуация. Либо они все-таки вернутся. Нет, решили вернуться. Я думаю, что Бубски пойдет на то. Ну, он и так понимает, что они ушли. Поэтому вообще он все понимает. Он их услышал. Идеальный раунд для Трикет. Просто все решилось на банане. Это кошмар. Бубски доминирует и уничтожает на Б-Пленте. Ну, это ситуация 4 в 1, друзья. Ну, что же, поздравляем команду Трикет. Здесь даже из Смака, наверное, решил выйти. Здесь успел отвернуться игрок. Поздравляем Трикет. 2-1. Играю дальше по нижней сетке этой квалификации. Ну, а у нас с вами дальше, если мне тут не будет, не сгорит студия, будет матч между геймерс Лей Джонс и ребятами из команды Virtus.pro. Но нам напомнили еще раз маппик. Ну, чисто потому, что нечего ставить, нет заглушки. Видимо, только поэтому. Ну, и без камеры мы сегодня работаем с вами из третьей студии. Ну, что ж, друзья. Плохая была игра. Но, если честно, вот могли пораньше все закончить Трикет. Но был камбэк от Нордовинд на оверпассе. Они великолепно показали защиту. Трикет показали, к сожалению, свои плохие раунды за атаку на этой карте. И то могли выиграть, опять же. Ну, и Инферно все-таки у дайчан явно посерьезнее, посильнее. Ну, и парни в итоге выигрывают. Это было три противостояния. Завтра, но ждут еще проигравших. Сейчас им нужно дождаться, кто выпадет из второго тура, чтобы понять, с кем играть. Но, в принципе, в теории они понимают, какие команды могут им достаться. Ну, а мы пока что уходим на паузу. Ну, вернусь, друзья, уже с Gamers Legion, вернусь с командой Virtus.pro и со второй B3 серии сегодняшнего вечера.